Виктор Медведчук, наверное, один из самых спорных украинских политиков. Он ненавистен для большинства политических элит Украины, и в этом видео я расскажу, почему я его не поддерживаю, и подниму главную тему, которая еще никогда не обсуждалась на политических ток-шоу, и ее не затрагивал ни один видеоблогер. Для того, чтобы у вас вырисовалась вся картина этой личности и куда он может привести Украину, нужно начать с его семьи. Он родился в далеком 54-м году в Сибири, в Красноярском крае, куда его отец был сослан за пособничество украинским националистам во время Великой Отечественной войны. Правда, потом был реабилитирован, и семья Медведчуков благополучно вернулась на Украину. Но в любом случае, этот факт биографии весьма любопытен. Впоследствии, уже на Украине он становится адвокатом, и, как пишут большинство украинских СМИ, начинает сотрудничать с КГБ. Я документальных подтверждений, конечно, этому не нашел, но предположения такие есть. А вот после развала СССР он начинает заниматься политикой. Кстати, за месяц до ГКЧП и выхода Украины из состава Союза, а если быть точным, то 20 июля 1991 года, в газете «Комсомолец Донбасса» на гора Медведчук выдает план по созданию Донецкой автономной республики. Как сложилась бы судьба Дончан, если бы эта идея воплотилась в жизнь, сказать сложно, но в любом случае это очень занимательный факт. В 1995 году он входит в состав Центрального совета партии СДПОО, становится депутатом, а с 1998 года и заместителем председателя Верховной Рады Украины. Затем назначается главой аппарата президента Украины Леонида Кучмы. Злые языки говорят, что в эти годы он стал не просто серым кардиналом, а по сути начал руководить всей страной вместо Кучмы. Справедливости ради хочу отметить, что именно в эти годы на Украине был самый бурный экономический рост за всю ее историю. Дешевый газ, премьер-министр Янукович, голова налоговой службы Николай Азаров. Кстати, Кучма до сих пор гордится тем временем. Я вам напомню, последние пять лет, 2000-2004 год, экономика, рост валового продукта в среднем был 8,4%. Вот мой хороший друг, здесь рядом известнейший экономист в мире, так он на нас писал как о европейских тиграх. Действительно мы показывали всем пример. Россия, наш сосед, ну хохлы, за счет чего же вы развиваете? Нефти нет, газа нет. Ну я отвечал за счет чего мы развиваемся. Ясно было и понятно. Следующая пятилетка. 2005-2009 год. В среднем рост валового продукта 1%. А если там будет посылаться, что вот там кризис был, так в 2004 году рост валового продукта был 12,1%. Я прошу прощения, вы все знаете цифры. И в следующем, в 2005 году упал до 2,8% по-моему, или 2,7%. Ничего, в мире ничего не было. Но происходит Майдан. Ющенко становится президентом Украины и разрывает газовые контракты с Россией, которые были заключены до 2014 года. И газ становится уже не по 50 долларов, как это было при Кучеме, а по 170, так сказать, по-европейски. Одним словом, на Украину пришли веселые времена. Мы все продемонстрировали, что те 9 дней, которые каждый из вас мерз на Майдане, за первым покликом лидерам Коалиції Силы Народу и Комитету Национального Поретунку, через 10 минут вы были там, где вас закликали, про высокую мобилизационную готовность, про то, что вы кинули все властные справки, потому что больше важливых справок, чем независимость государства, чем честная и моральная влада, для каждого из вас не существует. И я хотел бы низко вклониться всем вам за то, что сегодня мы сдобули фактически кинцевую перемогу. Медведчук уходит в тень и через полгода происходит то, что поставило клеймо на всю оставшуюся его жизнь. Он просит жену Дмитрия Медведева и Путина стать крестными для его дочери. Мне очень приятно, мы гордимся и я, и она, и наша семья тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году. Напомню, это произошло сразу после помаранчевой революции, во время очередного витка антироссийских настроений. И я считаю, этот поступок во многом характеризует этого человека. Затем, в 2012 году, он создает организацию «Украинский выбор», которая, по сути, начинает борьбу против европейского курса Украины, которую выбрали в партии регионов во главе с Януковичем. Поэтому те, кто утверждает, что Янукович был пророссийский, вообще не понимают, о чем говорят. Мы выяснились сегодня, выяснились, и заради этого мы приняли закон в 2010 году, который выясняет основы нашей внешней политики. Это европейская интеграция. На тот момент вся страна была в бордах за украинский выбор. И многие политологи посчитали, что это напрасно выброшенные деньги, и Россия вкладывается в заведомо проигрышный проект. Но, лично на мой взгляд, эта игра была в долгую, и она уже дает свои результаты. И я сейчас даже не о санкциях, которые против него вели США в 2014 году, а о его рейтинге. И он теперь уже не на уровне безалкогольного пива, как это было раньше. Сегодня его партия занимает второе место, сразу после «Слуги народа». Если детально разобрать все его высказывания о том, каким он видит Украину, как на протяжении многих лет не меняет свою позицию, то вырисовывается очень интересная картина. Во-первых, становится понятно, что он сторонник возвращения Донбасса в состав Украины в качестве автономной республики. И я лично против этого, потому что это нужно было делать в 1991 году, а не сейчас. А сегодня ежедневно сотни дончан получают российское гражданство, а этой осенью будет проходить перепись населения. Одним словом, когда примерно 70% жителей ДНР и ЛНР станут гражданами России, я думаю, на моем канале выйдет ряд весьма интересных сюжетов, которые поставят одну большую крымскую точку на всех идеях возвращения Донецка и Луганска в состав Украины. Во-вторых, Медведчук видит Украину во внеблоковом статусе, неким золотым мостом между Европой и Россией. Конечно, в этом случае далеко не все регионы захотят быть этим буфером. По этой причине, боюсь, что в этой новой Украине могут потеряться не только регионы Юго-Востока, но и западные области. Но зато в этом случае на этой территории могут собраться те, кто хотят быть незалежными, правда без нацизма и с возможностью разговаривать на русском языке. Конечно, это пока в теории и не обязательно будет именно так, но то, что сегодня на Украине есть политик с четкой и последовательной позицией, который, как я вижу, хочет выстроить максимально нейтральное государство, я лично к этому отношусь положительно, несмотря на то, что мне все же ближе идея российско-румынской границы. Кстати, посмотрите, как тщательно его поливают помоями ахметовская пехота. Кто они? Что это за люди? Откуда взялись эти гении? Кто они были вчера? Наверное, сейчас мне много разных специалистов напишут, в чем именно я был неправ и насколько опасен Медведчук для Украины или России, но, боюсь, все эти тезисы и якобы умные мысли были слизаны, например, у ахметовских глашаток, вроде семейства Ширия или Елены Бондаренко. В худшем случае у приспешника Коломойского, пана Александра Дубинского. Я ничего против этих людей не имею, но думать, я считаю, нужно все же своей головой. Это был Евгений Митт и продолжение следует.